Добрый день дорогие друзья! Мы начинаем наш второй урок в понедельной главе Торы которая называется Пенхаз написано и было после Мора идет пересчет сынов Израиля, семей это не первый у нас уже пересчет, это последний четвертый сначала нам известно, что 250 лет назад семья Якова спустилась в Египет и теперь мы смотрим кто сохранился из этой семьи кто стал семьями которые дальше будут служить Всевышнему а кто пропал пишется, что четыре сына у Реввена Ханох, Палу, Хитсрон и Карми эти семьи вошли в Египет здесь также пишется, что от Ханоха семейство Ханоха от Палу семейство Палу от Хитсрона семейство Хитсрона и Откорми семейство Корми вот колено сохранилось полностью семьи сохранились и написано, что было нас 46500 человек 250 лет назад теперь колено составляет 43 730 человек то есть колено Реввена уменьшилось как оно могло уменьшиться мы знаем, что последний год были воины особенно это братоубийственная война была когда воевали сыны Израиля с левитами левиты хотели нас вернуть мы вернулись назад на 8 стоянок 7 переходов и левиты что берут нас вступили с нами в бой и потеряли 7 семей сынов Израиля 4 левитских семьи это не хорошее дело но как есть, так есть может здесь их не стало еще было, что мы себя плохо вели и напали на змеи тоже там люди погибали пишется и дальше были события в Шитиме которые мы знаем когда мы служили Бальпиору сделали еще одно зло вот здесь и потеряли мы людей Реввен потерял вот какое-то число людей мы не знаем сколько нас было но на тот момент когда случились эти события последнего года ну очевидно было намного больше потом пишется что сыны полу Элиав и у Элиава были три сына Немуэль Датан и Эверам это те Датан и Эверам которые подстрекали в обществе Караха когда он Карах поднял бунт против Всевышнего в общем они погибают страшной смертью пишут о сошлении живыми в преисподнюю а пусть их убирают потом идет в преисподнюю или в Ган-Эден но живыми преисподня это что-то невероятное то есть если у нас написано что Ханох был и не стал его Всевышний взял его то он поднялся ко Всевышнему живым пошел на небо как это мы не знаем так же как пророк Ильяха уходит живой так дочь Ашера Асерах уходит живая в общем на небо есть такие случаи но вот эти люди Датан и Эверам своими семьями уходят это было когда Всевышний сжег 250 человек которые пришли смесь благоводий в тот момент когда земля раскрыла уста свои тогда это произошло в том колено Шимона значит у Шимона при входе в Египет были шестеро сыновей Немуэль Ямин Агад Яхин Сахар и Шауль Сынк на Нианке когда мы здесь смотрим семьи Агада нет вот эта семья погибла вот в Масароте в битве с левитами этой семьи нет мы ее не досчитались почему меняется имя цахар на зерах Раби Шлома Исаким была в своей памяти пишет что значение слова цахар и зерах одно значение этого слова сияние почему оно поменялось мы не знаем но значение слова мы знаем вот так значит у Шимона было 59 тысяч 300 человек это было главе Бамидбар когда мы отправили свои странствия после горы Синай но теперь у него осталось 22200 человек и пишется что они погибли в Шитиме после греха с с пиором все были виновны из колена Шимона так пишут наши мудрецы потеряло много людей Шимона семейство Гада написано в главе Вайгаш Сифьон Хагишуни Эдзбон Эри Аради и Аррили значит там имя стоит Эдзбон а здесь стоит имя Азни на этом месте что это такое пишет Раши Азни Эдзбон но я не знаю как это доказать знаменитый раввин Рав Ария Кодаш говорит что как бы не был велик Раши он не должен был писать что не знаю как это доказать если ты не знаешь не надо писать прошло время и Рав Ария Кодаш нашел заброшенный бедраж где написана одна фраза Азни Эдзбон и надо быть осторожным с Раши есть такое пророчество точное у нас давно уже нет пророчества но бывает сходит на человека точное пророчество и он видит это и он говорит и особенно такой человек Раши он зря писать не будет значит просто сошло тот момент и у Гада было получается 40 тысяч 500 человек это вот здесь после греха в Шитиме но раньше было 46 тысяч 650 человек это 40 лет назад даже 39 при выходе от горы Синай теперь Ягуда умерли эра и Анан и были сыновья от Шелы семейства Шелы от Переца семейства Переца и были дети Переца Хитцрон и Хамуль от Хитцрона семейства Хитцрона от Хамуля семейства Хамуля зачем писать эра и Анан мы знаем что они умерли мы это читаем с вами в книге Брешит и интересно комментарий Санчина говорит что души этих ребят вселились в сыновей Переца Хитцрона и Хамуля как бы пришел Генгуль души вселились но почему не в Переца и в Зераха они вселились потому что пишется что отец не может восстановить имя своего сына только брат может восстановить имя брата и в данном случае получается Перец восстанавливает я не знаю как это работает я просто еще комментарий Санчина ну вот такой комментарий стоит вот так и у Якуды было 74 600 человек а стало 76 500 и если мы разберем что у Йосифа было 32 200 человек у Минаше и 40 500 у Ефраима то это составляло меньше чем 74 600 но теперь когда мы посчитаем колено Йосифа то колено Минаше резко возросло на 20 500 человек и стало больше и колено Ефраима невзирая что оно уменьшилось немножко то все равно вместе больше 80 000 и они превзошли колено Ягуды вот так теперь Иссахар так же как в главе Вайгаш Талапова Йовы Шемрон 4 сына здесь так же 4 семьи но имя Йов изменилось на Яшуф мы не знаем что произошло но какие-то события зря именно не меняются комментарий я не нашел такого что меня впечатлил какой-то комментарий никакого не нашел на эту тему но разнописано значит так нужно что-то произошло какое-то событие и было у Иссахара 54 400 человек осталось 64 300 человек у Иссахара то есть количество снова Сахара увеличилось получается на 9 900 человек и сыны Звулуна Сирет значит получается Сирет Элон и Яхлеель такие же имена и здесь остались то есть колено не изменилось сколько было сыновей Звулуна столько же семей сохранилось не погибли количество сыновей Звулуна было 57 400 человек при выходе от горы Синай а стало 60 500 человек то есть на пару тысяч увеличилась колено колено Звулуна здесь конечно очень много информации в этом всем но раз Всевышний хочет чтобы мы это учили читали то что можно значит будем продолжать а на сегодня наш урок заканчивается завтра мы продолжим эту тему урок за поднятие геннадий геннадий бен лена леор бен клара вадим бен татьяна юлия бот бела мазал парнаса сгула ирина бот ирина бот ирина за хорошие духа арон арен бен двойра амигал бот сара денис бен нахум парнаса ибрют владимир бен рая марина бот рая борис бен марина хорошего всего олегу марченко всем браха парнаса колонна мазал то что мы это время не грешили изучали тору до следующих встреч надеюсь он состоится завтра 15.30 до встречи